Аль-Хадис Арраби Васиттун 64-й хадис нашей книги Ан-Абиса Айдин Аль-Худри Приходит от Абу-Саида Аль-Худри о том, что он сказал сказал посланник Аллаха Ида самим тумун муаззина факулю мисля маякуль Если вы услышите муаззина, то есть как он проездной сазан, то говорите то же самое что говорит он. Этот хадис приходит у Бухари и мусульма. Абу-Саида Аль-Худри как зовут? Саад ибн Малик ибн Синан. Аль-Мана Аль-Аджмали говорит общий смысл этого хадиса. Какой? Посланник Аллаха сказал Если вы услышали, как муаззин дает азан на намаз, то отвечайте ему. Что значит отвечайте ему? То есть говорите то же самое, что говорит он. Если он произнес такбир, то и вы произнесите такбир после него. Если он произнес два свидетельства ислама, то и вы произнесите их после него. Если вы так сделаете, то вы достигнете той награды, которую вы упустили, потому что вы не являетесь муаззином. И муаззин забирает всю награду за азан себе в основе. Но если вы будете за ним повторять, то награда, дающаяся за азан, перейдет и вам. И при этом награда муаззина не уменьшится. Говорит Какие постановления берутся из этого хадиса? Первое постановление повторяя за муаззином то, что он говорит И это говорит по единоластному мнению ученых. Второе То, что ответ отвечающего или повторение отвечающего должно происходить после того, как муаззин завершит предложение. То есть, когда он скажет Ты начинаешь говорить А не так, что он еще не докончил, а ты уже начинаешь повторять. Почему? Потому что пророк сказал Если вы услышите муаззина, фа кулю Вот эта буква фа указывает на тартиб указывает на порядок Что человек должен прийти после со своим предложением, после предложения муаззина Фа кулю, видишь Потому что вот это фа, фа кулю То и вы скажите Вот это фа говорит для указания порядка И говорит, пророк, салаллаху алисаляма заявил об этом явно в некоторых хадисах Из этих хадисов то, что передается То, что пророк, салаллаху алисалям, повторял те слова, которые говорил муаззин И на яскуд, когда он замолкал То есть, каждое предложение он говорил и замолкал После этого пророк, салаллаху алисаляма, начинал повторять Фаи Это хадис, чейх Албани назвал слабым Но это постановление в любом случае берется из нашего хадиса Третий полезный момент, который берется из нашего хадиса То, что необходимо повторять за муаззином в любом случае Кроме как, если человек находится в туалете Или находится при исправлении нужды Потому что у каждого поминания, у которого есть определенная причина То не надо это поминание упускать Говорит Чтобы не упустить то поминание, которое упускается, если упускается его причина Как это понять? То есть, смотри Если муаззин сказал азан И ты за ним не повторял Муаззин прекратил свой азан и ушел домой Можешь ты после этого эти слова азана повторить? Или уже поздно? Уже поздно Потому что ты должен повторять каждую фразу за фразой Это что называется? Это называется поминание, у которого есть причина То есть, это не просто поминание Ты можешь сидеть дома и говорить просто так, без всякой причины Судханаллах, ла-иллах, иналлах, ла-акбар И тому подобное Правильно или нет? Но слова азана ты не можешь повторять, кроме как за муаззином Когда он их совершает И говорит, поэтому это из таких поминаний, у которых есть причина И если это такое поминание, то его необходимо поминать при причине И не нужно относиться к нему легкомысленно Потому что такое поминание, если ты его не произнесешь То выход его причины не дает тебе возможности уже после этого поминания произносить Понятно или нет? Что хочу сказать? Или непонятно? Все ясно, иншалла Далее, Павел Если у вас на лице будет указание на то, что это вам понятно То в этом хайер Потому что я смотрю на вас И вы смотрите на меня То ли вы о чем-то думаете Аллаху алим И я понять не могу, вы поняли или нет И если вы не поняли, то я думаю еще раз объяснить В отведенное время Да, в отведенное время Поехали Говорит Четвертый полезный момент Захиру азан Говорит Говорит Внешне из этого хадиса понимается Что Сами Кто такой Сами Слышащий азан Повторяет за муазином Все фразы, которые он говорит Дословно То есть без изменений Говорит Но большинство ученых считает То, что тот, который повторяет за муазином Нам говорит Тогда, когда муазин говорит Здесь уже не надо повторять дословно за муазином Но вместо этой фразы нужно говорить Как? Нужно говорить Говорит Говорит Как приходит это у имама муслима Со слов О том, что он сказал А затем муазин сказал И пророк Салам сказал Нет силы и мощи, кроме как с Аллахом Потом муазин сказал Точнее это не пророк Салам, а кто Румар и Мхаттаб Румар и Мхаттаб повторил за муазином И вместо фразы Сказал Это хадис у имама муслима И потому что произношение этой фразы Не подходит для кого? Для того, кто слышит азан Потому что этими фразами Муазин призывает людей И произносит их громко Направо и налево А человек, который повторяет за муазином Не повторяет эти слова Не повторяет эти слова Громко, так или нет? Почему? Потому что он никого не зовет Он никого не зовет Но просто Что делает? Повторяет за муазином Поэтому нет ему смысла Говорит Но он говорит То, что соответствует слышащему Это произносение фразы Почему? Потому что когда муазин зовет их на намаз Те, кто слышит его азан Отвечают ему как? Нет у нас мощи и силы Кроме как с Аллахом Имея ввиду То есть да, мы придем на намаз С чем? С помощью Всевышнего Аллаха Если он нам поможет И нас поддержит в этом Этим самым мы Сможем прийти на намаз И выстоять его А если Всевышний нам не поможет То мы не сможем его выстоять Саида говорит Примечание Говорит, передает имам Аль-Бухари В своем достоверном сборнике От Джайбера ибн Абдилля О том, что посланник Аллаха Сказал Тот, который Когда услышит Азан Скажет О Аллах, Господь Этого полноценного призыва И этой выстаиваемой молитвы То есть намаза Ати Мухаммадан Аль-Василю Аль-Фадиля Дай Мухаммаду Аль-Василю А также почет Вабасу Макамам Махмуда И вознеси его На почетное место Которое ты ему обещал Халлат Лагу Шафаат Иом Аль-Каяма Если такой человек Скажет дуа Вот это вот дуа После Азана То станет для него доступной Мое заступничество за него В судный день Так, этот хадис приходит У имама Аль-Бухари Значит, что отсюда берется То, что после Азана Необходимо произнеси эту дуа Аллаху Марабба Идаватиттам Аль-Сараку Кайма Аки Мухаммадан Аль-Василю Аль-Фадиля Вабасу Макам Махмуда Лази Ватта Если человек произнес эту дуа Тогда его Эта дуа станет причиной того Что пророк Салаллаху Аль-Саляма Будет заступаться за него В судный день Что касается добавки Инна калатухлифульмиад Поясни ты не нарушаешь Обещание То эта добавка В этом хадисе является Слабой и неузаконенной Нам Субханахаллаху Али-Хамдик Ашадула Наиллежи Илла Анатас Тазахару Алаху Продолжение следует...